Так вот, мы с вами приходим в очень интересное время, время чудес. Только что с вами закончили праздновать праздник Хануки. И приходим с вами в следующий праздник, это праздник Рождества. Рождество Христово, это такой вообще очень интересный праздник в Израиле, особенно если вы когда-нибудь ездили по городам во время Рождества, и там в этих городах есть католические храмы, они просто забиты битком людьми. И это не верующие люди, которые пришли на Рождество, а это именно израильтяне, которые решили прийти и посмотреть, что же это за праздник такой, когда родился самый известный в мире еврей, которому поклоняется весь мир. И реально в католических храмах просто не протолкнуться. Люди приходят посмотреть, и это самое классное время проповеди Евангелия. И вы знаете, многие по причине разных своих пониманий не принимали Иисуса Христа, когда Он родился. Мы начнем с самого царя Ирода. Представляете, вы сидите у себя во дворце, вы царь. Помните, как в том фильме? Очень приятно, царь. Вы сидите у себя во дворце, вы царь в Иерусалиме. К вам приходят мудрецы с востока, вообще неверующие. То есть вообще, от слова абсолютно, неверующие в единого Бога, приходят мудрецы, и обращаются к царю, говорят, здравствуйте, скажите, а где у вас тут царь родился? В Писании как написано, что весь Иерусалим пришел в движение. Засуетились все. Пришли к царю, спросили, где царь родился. То есть, когда в те времена объявляли, что родился царь, значит, предыдущий умер. Ну, король умер, да здравствует король. То есть, всегда назначали следующего. И вот они приходят, и все пришли в движение. И Ирод, он был не глупый человек, на самом деле. Он говорит, вы пойдите узнаете, где он родился, а я приду и тоже ему поклонюсь. Ну, историю этого поклонения мы знаем, да? Побиение младенцев, побег семьи Иосифа и Марии с младенцем Иисусом в Египет. Эту историю мы знаем. Но вот приходит время, когда Иисус возвращается обратно, потому что пришел ангел к Иосифу и сказал, что все, кто хотели твоей души, смерти души твоей, они все умерли. Умерли, нету их больше. И вот они возвращаются, но не в Иерусалим. Хотя сам Иосиф был из колена Иудина. И они вернулись не в Иудею, они вернулись куда? Нет, они вернулись в Назарет. Назарет – это Галилея. И вот они вернулись в Галилею. И там он 30 лет жил, готовился к своему служению Иисусу, я имею в виду. И вот в 30-летнем возрасте он приходит к реке Иордан и крестится у Иоанна Крестителя. А Иоанн Креститель, как сам Иисус потом следствовал, он больше, чем пророк. И он сказал, это не тебе у меня, а мне у тебя креститься надо. То есть не я тебе должен грехи прощать, а ты мне. Но Иисус ему сказал, так мы должны исполнить что? Всякую правду. И приходит Иисус. А о ком свидетельствовал Иоанн? Мы с вами читаем это в Янге от Иоанна. Но Иоанн Креститель свидетельствовал о нем, как о свете. То есть он свидетельствовал о нем, как о мессии. И очень интересная вещь получается. Это очень хорошее совпадение, на самом деле, историческое, которое мы отмечаем каждый год. Что вот в эти дни мы отмечаем Хануку и победу Маковеев над тьмой, которую здесь устроили ассирийские греки, Антиох в частности. И Иуда Маковей взял меч, щит, какие-то доспехи, которые им были доступны, и отвоевал все, что положено было Богом для Израиля. И вот одна империя, мы уже говорили с вами в прошлый раз об этом, одна империя сменилась в другой империи. Греки ушли, пришли римляне, помните, как у Чапаева, красные пришли грабить, белые пришли грабить, куда бедному крестьянину хвататься. И вот людям надоело это. Ну, то есть реально, смотрите, они находятся здесь, они находятся в своей земле, но приходят то одни, то другие, начинают качать свои права, устанавливать свои законы, мешают им жить, соблюдать заповеди Божьи. Они хотели, чтобы пришел опять какой-нибудь Иуда Макаби или кто-нибудь из Хасманеев, например, и навел тут порядок. И долго спорили, почему же евреи не принимали Христа. Да, я вот думаю, что мы можем найти этот ответ в книге пророка Исаиев, 9 глава, со 2 стиха. Второй стих звучит следующим образом. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Если мы перенесемся с вами в Евангелие от Иоанна, написано, он был светом этому миру, да? Свет великий, и на живущих в стране тени смертные свет воссияет. Потом чуть дальше читаем там знаменитую эту самую песню даже, да? «Вставай, светись, Иерусалим». Ну, так перевели, как «Вставай, светись, Иерусалим», потому что там в еврейском-то тексте нету Иерусалима. Там звучит как «Куми-ори, кива-орех, ухво-да-ду-най, а-ла-их-зарах». Да? Свет Божий. Слава Божья над тобой воссияет. И дальше третий стих. «Ты умножишь народ и увеличишь радость его, он будет веселиться перед тобою». Кому это обращение идет? Ну, откройте Иоанн, откройте Иоанн. Там же слово «тобою» написано с большой буквы. Бог разговаривает с кем-то божественным. Бог разговаривает с кем-то божественным. То есть он фактически разговаривает с Сыном Божьим, а пророк Исаия передает этот разговор. Это удивительная тема на самом деле. Как веселяется во время жатвы, как радуется при раздаче добычи. Смотрите, это было ожидание людей чего-то такого радостного, потому что это были дни тьмы. Ну, мы с вами уже не раз об этом говорили, что одна империя ушла, другая пришла. У них там все было непонятно, священникам стоит вообще и думей. На царство поставили кого-то вообще даже не израильтяне. Ну, ничего не понятно вообще. Вот просто ничего не понятно. И какая тьма. Люди не понимают, куда двигаться. Ну, представьте, когда тьма у человека, он не понимает, куда идти. Хорошего света дождаться, чтобы понять, куда идти. И 180 лет это продолжало, чтобы вы понимали. 180 лет. Это не маленький срок. И дальше написано, смотрите, 4 стих. «Ибо ярмо, тяготившее его, имеется в виду народ, и жезл, поражающий его, и трость притеснителя, ты сокрушишь, как в день медиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню». То есть, какого мессию они ждали? Они ждали мессию с мечом, на коне, со щитом, чтобы пришел и всех там разбил и сжег там все эти обувь, воинов и всю одежду обогренную кровью. А вот вместо него в Иерусалим въезжает небольшого роста человек, которого другие фарисеи до этого в синагоге сказали, не тот ли это Иисус, сын Иосифа, плотника, которого мы знаем. Понимаете? Они совершенно не были готовы к такому мессии. Вообще не готовы к такому мессии. Что значит он приехал не на коне, а на ослике, еще не на своем, добавок ко всему? Что значит он приехал не с мечом и щитом, а с пустыми руками, улыбается, про любовь рассказывает? Как так может быть? Это не сочетается с ожиданием. Как часто у нас в жизни происходит, когда мы ожидаем одного, а реальность другая? И мы приходим и думаем, ну Господь, ну я же не этого просил. Я же совсем не этого просил. Но мы должны помнить одну вещь, что Бог, Он имеет помышление о нас во благо, а не во зло. Мы не всегда готовы принять волю. Что греха таить? Мы не всегда готовы принять волю Божию. Все сидящие здесь, включая говорящие. Мы иногда хотим, чтобы здесь и сразу, мы иногда хотим, чтобы вот немедленные по справедливости. Бывает. Но дальше Бог еще усугубляет это все тело, всю эту тему. Смотрите, что он пишет. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Но умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укоренить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Савауфа сделает это. И те, кто, знаете, имеющие уши слышит, да слышит, они говорят, младенец. То есть нам мало того, что он родился, еще должно несколько десятков лет пройти, пока он что-то из себя начнет представлять. То есть мало того, что мы 180 лет еще должны ждать, Бог усугубляет. Но мы должны быть сами по себе готовы к тому, что Бог придет и что-то с нами сделает. Иногда мы сталкиваемся в жизни с разными препятствиями. С разными. Бывает, что финансы подводят, бывает, что здоровье подводят, бывает, отношения, работа, увольняют. Корона, опять же. Ну, это корона, самый такой подходящий пример. Многие даже просят не учитывать этот год при подсчете, ну, сколько вам лет, потому что мы этим годом практически не пользовались. Ну, как вот, мы Новый год отпраздновали, в карантин зашли, сейчас из карантина выйдем, опять Новый год пойдем праздновать. И опять карантин. То есть, на самом деле, мы вот, когда сталкиваемся с этими препятствиями, мы ожидаем чего-то суперсверхъестественного, что произошло. Прям суперсверхъестественного, что должно произойти. Мы ходим на разные молитвенные служения. Это хорошо, я не говорю, что это плохо. Хорошо. Ходим к пророкам, ходим к апостолам, молитесь за нас, слушаем разные программы по телевидению, там, Сидорота слушаем и так далее, потому что там, это сверхъестественно. Но ничего не происходит. Ничего не происходит. Мы хотим чего-то такого, что прям, вот помните, как Петр, когда ему уже эти фарисеи надоели, говорит, давай, говорит, не сведем огонь с неба. А он мог, между прочим. У них дерзновение было на секундочку такое. Не свести огонь с неба на этих фарисеях. Чего они тут это, жить мешают. Но Бог не так. Он говорит, вы как не тем духом познали Бога, Иисус им говорит. На самом деле Бог приходит. Он понимает, что мы от своих естественных шагов, которые мы делаем, чтобы разобраться с тем или иным препятствием, да, мы не достигаем желаемого для нас результата. Он приходит, но видимого ничего не происходит. Почему? Потому что он приходит со своими решениями. Бог приходит со своими решениями. Я хочу, чтобы вы обратили это внимание. Те, кто пишет у себя конспекты, запишите. Бог приходит в вашу жизнь со своими собственными решениями. И они не всегда совпадают с нашими собственными ожиданиями. А знаете, что я вам еще скажу? Они практически никогда не совпадают с нашими собственными ожиданиями. Почему? Потому что Бог об этом предупредил, даже не через Исаию, а потом попозже, а иногда даже еще раньше. Он говорил, что мои мысли не ваши мысли, и пути мои не ваши пути. Только, говорит, я знаю помышления о вас во благо, а не во зло, чтобы что вы имели? Проблемы? Нет. Чтобы вы имели будущность и надежду. Понимаете? И вот опять пришел Бог и говорит, младенец родится вам. Это он за 700 лет до того, как это все происходило. Говорит, младенец родится. Вам понадобится его беречь, терпеть, ждать, пока он вырастет. Потом увидеть его, что это он. Знаете, как в роддоме. Знаете, ребенок родился, ему сразу бирочку на руку и на ногу, чтобы не перепутать. Потому что они все одинаковые. Они только через 24 часа начинают менять свой внешний облик. Все родившие младенцы одинаковые. Чтобы не перепутать. Вам нужно будет его определить, а потом еще принять. Потому что потом Иисус приходит и говорит, кто не имеет сына, не имеет и отца. То есть, если вы его не принимаете, меня не принимаете, то вы и отца не принимаете. А кому вы служите, собственно? И вот приходит Бог со своими решениями, и мы говорим так, ну и что? Что делать-то? Бог говорит, нужно делать вот так, вот так и вот так. Причем, он не просто говорит, смотри, я тебе сейчас новые варианты решения подскажу. На самом деле эти варианты уже перечислены все в Библии, мы просто их не видим. Нет, мы их читаем, мы их даже наизусть все знаем, но мы их не замечаем. Почему? Потому что мы не в состоянии на сегодняшний день, имея образ мышления человека, делающего естественные шаги, то есть укладывающиеся в нашу логику, воспринять сверхъестественное. И поэтому Бог периодически нам показывает пути, как прийти к сверхъестественным, он показывает нам чудеса. Вот Иисус в Кане Галилейской, помните, когда вино закончилось, он же явил чудо, написано, так положил начало чудесам своим. Но это не было в его планах. Но там была еврейская мама, которая сказала, что надо. Причем она даже не ему сказала, она за него решила. И он явил чудеса. И почему он явил чудеса именно на свадьбе, именно в присутствии учеников и именно с вином? Потому что нужно было показать. Помните, чем заканчивается второзакония книга? Что не было такого пророка у евреев? Не было, который бы вел себя, как Моисей, разговаривал бы с Иисусом и являл чудеса. Первое чудо, которое было совершено в Египте, было какое? Что стало? Кровь. Кровь, не посох, нет, а публичное чудо. Кровь, написано, вся вода превратилась в кровь. Что сделал Иисус? Превратил воду в вино. Но кровь в Новом Завете и части Ветхого Завета называется кровью земли. Вино – это кровь земли. И вот Иисус, Он напоминает нам, что если мы хотим что-то в жизни достичь, куда-то в жизни прийти, какие-то проблемы в своей жизни решить, нам необходимо прикрепиться к Нему. Он даже, для тех, кто плохо понимает, все рассказывал на примере сельского хозяйства, ну где все понятно. И Он говорит, я лоза, а вы ветви. И добавляет к этой притче что? Без меня не можете делать ничего. Ничего. Мы не можем плодоносить отдельно от лозы. Ну не можем. Кто не согласен, поднимите руку. Все согласны? Сейчас вы согласны. А когда приходят трудности, мы почему-то хотим делать все без лозы. Мы хотим сами. И когда мы хотим сами, мы приходим к состоянию тому, что Бог остается нашей последней надеждой. А Он в этой притче говорит, я не последняя надежда. Я единственная. Нет другой. Потому что написано в Писании, нет другого имени под небом, которым нам суждено было бы спасти. Что такое спастись? Понятно, что спасение мы совершаем сами. Но о каком спасении здесь ведет речь? Имеется в виду о том, что, знаете, мы ведь до покаяния были врагами Богу. Мы были Его врагами. Пришел Иисус, умер за нас на кресте, и мы примирились с Богом. Мы об этом чуть попозже поговорим. Мы примирились. Мы приняли Иисуса Христа. И что мы получили в этот момент? Многие забывают это. Жизнь вечную, говорят, да? Что еще? Благословение. Я вам скажу, все это прилагающееся, прилагательное, да? Оно к нему прилагается. Самое главное, что мы получили? Прощение. Это все прилагательное. Слушайте внимательно. Вы получили власть быть чадами Божьими. Так написано в Писании. Тем, кто принял Его, Он дал власть быть чадами Божьими. Что это значит? Значит, если мы дети Божьи, то и дела мы должны творить какие? Божьи. А что значит творить Божьи дела? Это значит видеть Отца Творящего и не уходить ни вправо, ни влево. Делать то, что Он нам говорит. А Он все написал, что Он нам говорит. Мы не можем сейчас творить дела человеческие и при этом называться детьми Божьими. Все дела, которые мы лишь пытаемся решить человеческим умом, человеческой мудростью, Писание говорит, будут посрамлены. Потому что человеческая мудрость и Божья мудрость – это разные виды мудрости. Не человеческая мудрость проводила круг Вселенной, а Божья. Божья мудрость была рядом с Отцом, творящим этот мир, а не человеческая. Человеческая мудрость в основном называется в совокупности собственного негативного опыта. Вы должны полагаться на Бога. Вот каждый отец, я вам это говорю как отец, хочет, чтобы дети полагались на него. Ну хотя бы придите, спросите у меня, как у отца. Ну так мне будет приятнее. Может вы сделаете по-своему, но я по крайней мере буду знать, что вы меня спросили, что вы меня за что-то почитаете. А знаете почему у израильтян возникла проблема с теми, кто пришел из Гивы? Помните, когда они перешли Иордан, там начали разные страны, разные цари их бояться, и вот пришли Гивуним, из Гивы, прикинулись нищими и заключили с ними мир. Знаете в чем там проблема? Там написано прямо в чем проблема. Написано, хлеб преломили, а Бога не спросили. Вот что самое страшное, когда мы пытаемся провести какие-то шаги в свою жизнь, мы Бога не спрашиваем. Мы пытаемся сделать сами, а потом говорим ему, Господь, ну как же так же? Ну я же как же, я же тут же все же, а я же что же? А Бог говорит, а ты меня предварительно спроси. Мы хотим, чтобы, верю, Бог хочет, чтобы мы к нему сначала пришли. Человек, который не пытается контактировать с Богом по любому вопросу, наступает заболевание такое страшное. Иногда от него нет лекарства, от этого заболевания. Называется обезбоживание. Это состояние обезбоживания. У него Богом становится сам он, сам человек. Я справлюсь, я сделаю, я хочу. Одного такого мы знаем. Жил в городе-герое Вавилоне. В Вавилоне был такой город-герой. Помните? И звали его Новоходоносор. Знал ведь, что Бог его туда поставил. Знал ведь, что Бог Израиля его благоставил. Нет, вышел утром, вот, видимо, Библию не почитал, не помолился, Хилсон не послушал. Вышел, посмотрел с балкона на свой город. О, Вавилон, говорит, не я ли и власть моя сделали тебя таким? И это написано в Писании, прямо вот, еще слова, говорит, были у него во рту. Во рту еще, значит, сказать не успел и уже превратился в живот. Почему? Потому что нельзя отдавать славу никому, кроме Богу. Бог говорит, славы свои не отдам никому. Почему? Потому что он жадный? Или потому что он... Нет. Потому что его слава есть слава детей его. Понимаете, о чем я? Когда по городу едет король или королева, неважно, одинаково отдают честь и королю, и королеве, и одинаково отдают честь всем, кто носит звание принц. То есть дети ближайшие и внуки. Почему? Потому что слава королевы или короля принадлежит детям. Они такие же наследники. Он нам дал власть быть чадами Божьими. То есть его слава должна являться в нашей жизни. Не наша. Мы пытаемся иногда сделать это своей славой. Но как только мы решим для себя, что мы объявляем его, Отца Небесного, нашим самым совершенным в мире Отцом, и мы его чадо, в этот момент начинают происходить чудеса в нашей жизни. Эти чудеса, вернее так, страховой полис на эти чудеса у нас есть и в Библии. Он называется 90-й Псалом. Там написано, что с нами будет Бог делать, то есть как Он нас будет защищать. И написано, при каких условиях. Знаете, у него есть страховой полис, и есть всегда страховой случай, когда этот полис вступает в действие. Знаете, да? Всегда у всех такое. Вот тут написано, 9 стих страхового полиса говорит следующее. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем моим». Вот ты назвал Бога убежищем, ты избрал его, все, страховой полис вступает в действие. Дальше уже не наше, дальше его. Его слава явится в нашей жизни. Это не мы скажем ангела, ну-ка подхватите-ка меня и понесите, чтобы ногой не приткнулся. Нет, Он скажет. Он скажет. С 14 по 16 стихи. Это то, что Бог говорит. Прямо сейчас. Там написано. Это еще до того, как мы вообще что-то там признали, призвали, приняли и так далее, Бог уже проговорил это решение свое. Он говорит, за то, что... Я сразу люблю читать это от первого лица. Я спрашиваю, почему этот страховой полис у меня есть? Тут написано. За то, что я возлюбил Бога, избавит меня, защитит меня, потому что я познал имя Его. Я познал имя Его, Божие, да? Воззовет ко мне, воззову к Нему и услышит меня, и Он со мной в скорби избавит меня и прославит меня. Так написано. Долготою дней насыщит меня, и явит мне спасение мое. Его в смысле. Понимаете? То есть есть заявление. Это провозглашение. Бог написано, сказал и не раскается. Понимаете, спаситель, вот Иисус, мы познали же ведь имя Его, да? Мы же знаем, как Его зовут. Нам же не просто так сказали, что пришел ангел к Иосифу и сказал, назовешь Его Иисусом. Ну, Иисусом там никого не называли, Иешуа. Да? Вейкаралу шем Иешуа. Назовешь Его Иешуа, потому что Он спасет свой народ от Его грехов. Вы познали имя Его? Но есть разница, что значит узнать и познать. Казалось бы, узнать, это услышать. Я знаю, я в курсе. Про Иисуса знаешь? Знаю. Я так раньше говорил, до покаяния. Мне спросили, в Иисуса веришь? Я говорю, тяжело мне верить. Ты в Наполеона веришь? Я спрашивал. Иисус исторический персонаж. Я знаю, Его звали Иисус. Это не значит, познали. Я тогда не познал Бога. Я знал, что Он есть. Я верил, что Он есть. Но Писание потом мне сказало, веришь в виденного Бога? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. И мне стало стыдно, что я не знаю Бога. Я Его не познал. Но сейчас, когда я принял Иисуса своим Господом и Спасителем, я могу сказать, я познал Бога. И каждый из вас может сказать, я познал Бога. Я теперь знаю, кто Он. Я вижу Его дела в своей жизни. Я вижу славу Его. Я вижу исцеление Его. Я вижу Его божественное покрытие. Причем? Потому что у меня страховой полис начал работать. Страховой случай состоялся. Дьявол пришел, начал мне здесь свои порядки устанавливать. И страховой полис сработал. Раз. Написано, не притнешься, не погибнешь, не убоишься, язвы не будет, падут одесною тебя, тебе не приближают. Все, начал работать страховой полис. Как только я перешел в сторону. Я был врагом Богу и другом дьявола. Я стал другом Богу и врагом дьявола. В этот момент сработал страховой полис. Но здесь Писание говорит совершенно четко. Воззовет ко мне и услышу, потому что познал имя мое. Познал имя мое. То есть я теперь не просто знаю, что Его зовут Иисус, а я знаю, что Он мой личный Спаситель. И теперь у меня есть власть, как и у Него, быть чадом Божьим. Поймите, Иисус не просто сказал, вы чудеса, какие я делал, сделайте и еще больше сделайте. Он не просто так это сказал, ребята, все будет нормально, все хорошо. Нет. Он дал нам власть быть чадами Божьими. Мы такие же, как и Он. Потому что мы перешли сторону, мы познали имя Бога. И понятно, что Иисус написано, что умер за каждого. У нас личный Спаситель. Личный наш Спаситель. Твой, 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 твой. Каждого из нас личный Спаситель. Согласны? Нет. Он же за каждого из нас умер. Когда я спрашиваю на конференции, на молодежной конференции, за кого Иисус умер? За всех. Я говорю, нет, Он за всех не умер. Он умер за тебя, за тебя, за тебя, за тебя. Можно перечислять всех подряд. За каждого Он умер. И сейчас можно как сказать, Господь Иисус умер на кресте за меня 2000 лет назад, теперь это мой личный Спаситель, я пошел домой. Иисус это знал, что так и произойдет. Он же с евреями имел дело. В основном. Он же знал, что это произойдет. Сейчас каждый возьмет себе и пойдет домой. Поэтому Он сказал, нет, ребята, вы меня, конечно, приняли как Господа и Спасителя. Уверовали и блаженны вы те, кто видели и уверовали. Но блаженны более те, кто не видел и уверовал. Поэтому, там нужно вставить просто одно слово, поэтому, когда получите силу, то есть власть есть, силы нет. У вас теперь есть власть и сила. Получите силу и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. Аминь. Что значит свидетелями? Свидетелями значит, надо кому-то рассказать. Либо когда спросят, либо когда не спросят. Это значит, что я уже не могу его с собой лично унести домой. Мне надо им поделиться. Сначала поделиться именем, потом поделиться словом, а потом через имя и слово человек познает Господа. И он станет моим братом в Иисусе Христе или сестрой. Казалось бы, все просто, но мы забываем, что все это нужно делать. Мы забываем. И это, с одной стороны, конечно, плохо. Плохо. Мы должны бы, конечно, об этом помнить и с утра до вечера евангелизировать. И это то, чем занимались апостолы. Но им было проще. Их было мало, о них все знали. И у них была сила и власть. А мы почему-то думаем, что у нас ни сила, ни власти нет. Поэтому мы не ходим и никому не рассказываем. Когда проходим мимо храма, никто из нас, включая говорящего, не подошел к храмому и не сказал, серебра и золота не имею, но что имею, даю тебе во имя Иисуса Христа из Назарета встань единым. Никто не пробовал? Я не пробовал. А почему? Страшно. А вдруг не встанет и не пойдет? Как люди посмотрят? Это у всех у нас такое есть. А если вдруг не выздоровеет? А если не воскреснет? Мы забываем, что мы это делаем не своими силами. Мы это делаем силой Божьей. Божьей! Если мне сказали, возлагайте руки на больных, я возлагаю руки на больных. Полегчает, не полегчает. Вот как Господу будет угодно, так и будет. И я всегда в оправдании себе вспоминаю одну единственную фразу. По-моему, она написана в Каринтине. Если я не ошибаюсь, может быть, в Римляне. Не помню. Но, кстати, найдите себе эту фразу, можете записать. Написано так. Если бы я до сих пор угождал человеком, то не был бы рабом Христовым. Павел сказал. Не надо угождать человеку. Нужно Богу угождать. Потому что, если мой сын угождает мне, он может быть уверен всегда, на все сто процентов, что я буду всегда стоять за него. Потому что он делает так, как принято в моем доме. Ну, так или нет? Если он будет делать против моей воли, против моих правил, может ли он претендовать на мою защиту? Может. Но потом получит и он тоже. Ну, так это работает. Даже вот в миру. Он, понятно, я пойду защищу, за него вступлю, но потом получит и он тоже. Потому что он не прав. Он поступил не так, как надо. И Бог с нами точно так же обходится. Он нас любит. Он нам прощает. Милость его обновляется каждое утро. И мы иногда не до конца понимаем, в чем состоит наше спасение, на самом деле. Мы думаем, что наше спасение, вот мы сегодня пели здесь песню, да? Кровь Иисуса Христа. Я что? Спасен от огня. Что это значит? Ну, кто как это понимает? Почему? Там еще добавлено, а мы-то от греха. А, да? Почему? Почему я не спасен вообще в принципе? Я спасен и все. И аллилуйя. Почему написано спасен от огня? Никто не знает? Ну, конечно, есть. Это сейчас Мюэйч преподает, что нету ада. Есть. Потому что наш приговор подписан в момент нашего рождения. Сжечь. Сжечь. Каждому сидящему здесь в момент рождения подписан приговор сжечь. Сжечь. Почему? Потому что мы рождены во грехе. Все. Но! Бог не может сказать, если бы у него не было решения этого вопроса, он бы написал сжечь еще тогда в Эдемском саду, всех сжечь и создать заново. Но у Бога есть решение. Кровь Иисуса. У Бога есть решение. И всем тем, кому подписан приговор сжечь, подписано помилование крови Иисуса Христа. Разница между сжечь и помиловать – одно слово. Каюсь. Но это слово не должно быть исповедано не устами только, а сердцем. Потому что Бог говорит, да мне все равно, что вы говорите. Я сердцеведец, я знаю, что на сердце у человека. И в этот момент мы… Вы когда-нибудь читали длинные молитвы покаяния в Библии? Я нет. Самая длинная молитва покаяния была у Давида. Она звучала так. Тебе одному, Господи, согрешил я. Точка. Все. Но написано, что в сердце своем он раскаялся, и Бог это увидел. Слова ему были не важны. А вот в сердце его он увидел. Он принял. И был прощен. И наше спасение заключается, на самом деле, совсем не в том, что мы сейчас вот спасены от огня, и у нас помилование подписано. Все. Неважно, каких преступлений мы там понаделали, у нас помилование есть. Все. Кровь Иисуса подписана. Но это спасение еще нужно донести до других. Смотрите, Римлянам 5 глава, с 1 по 6 стих. Наше спасение в чем заключается? Что мы, оправдавшись верою, то есть мы поверили, что Иисус пришел ради того, чтобы взять на себя наши грехи и болезни, проклятия, отнести их телом своим на крест. Таким образом, все рукописное вот это дело, которое было против нас заведено, судя, Он понес на крест. Так написано. Так вот, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Что значит, мы имеем мир с Богом? Бог больше с нами не воюет. Вернее, не Бог с нами. Бог с нами никогда не воевал. Мы с Ним не воюем. Потому что мы теперь имеем с Ним мир. Вы себе представляете, если бы, скажем, сейчас у Израиля не было бы мирного договора со Штатами, ну, на политическом уровне возьмем. Вот не было бы. Или с Россией. Кто-нибудь из них нас бы поглотил, раздавил бы просто, не заметив. Просто. Даже не спрашивали вообще, мы что-то там хотим сказать, не хотим. Просто нас бы не стало в одну секунду. Когда у человека нет мира с Богом, у него обезбоживание происходит. А от обезбоживания что? Умирают. Только умирают не как здесь от обезбоживания, а умирают в мучениях. Всю оставшуюся жизнь вечно умирают. Это больно. И Бог постарался сделать нам приятно. И Он говорит, через которого верою, переслушайте, через Иисуса Христа, в которого мы приняли, в сердце своем приняли, верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. А дальше есть расшифровка этого. Обычно цитируют только два этих стиха. А дальше расшифровка. Смотрите. И не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями. Что значит скорбями? Значит, когда нам плохо, мы тоже этим можем хвалиться, потому что и в этом есть слава Божия. Потому что тот, кто сидел тогда у дороги и увидел в духе, я не знаю, как он там увидел, что идет Иисус, и подошел и сказал, говорит, «Хочу видеть». Варфолме его звали, помните? Его скорби, может быть, было бы скорбно жить в таком состоянии. Его скорби, он мог ей хвалиться, потому что она была к славе Божьей. Иисус так и сказал. Никто не согрешил. Это все для того, чтобы явилась слава Божия. Так вот, хвалимся и скорбями, что от скорби происходит терпение. Ему нужно было дотерпеть, дождаться. Знаете, если бы он не ждал и не терпел, он бы никогда не оказался у той дороги, ведь там не жил. У него родители были. Он терпеливо ходил и ждал, когда по этой дороге пройдет Иисус. А женщина эта, которая 28 лет была с кровотечением, терпеливо ждала, когда придет тот, которого одежда она коснется. А апостолы, которым там было, ну самому старшему 18 лет, ну неважно, они с 13 лет терпеливо ждали, искали, они так и сказали, мы нашли, мы нашли, мы искали, у нас было терпение. Происходит терпение, от терпения опытность. Что такое опытность? Это когда мы знаем, подожди, придет, мы знаем, придет от опытности надежда. надежда. И написано, а надежда не постыжает. То есть, если мы говорим, я надеюсь, что Бог придет в мою жизнь, уже даже, смотрите, достаточно неверы, достаточно надежды, что Бог придет в мою жизнь, я никогда не постыжусь. потому что я надеюсь на Господа. Здесь не в том плане, что я надеюсь, я, конечно, не верю, но надеюсь. Нет, это не в этом плане. Надежда, это когда я надеюсь, моя надежда, мое упование, оно Бог, я надеюсь, что Он придет. Я верю, что Он все восполнит, но я надеюсь, что Он придет. То есть, я уповаю на Него, и надежда, это не постыжает. Почему написано? Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Откуда мы знаем, что Бог придет? Любовь Божья Духом Святым, который у нас в сердцах, показывает нам, Бог с вами. Бог не против вас, Бог с вами. Терпение, надежда. И будет слава Божья. Потому что мир у нас уже есть, мы уже приняли Иисуса Христа. Понимаете? Все у нас, Евангелие, это оно простое. Оно простое. Прими Бога в Иисуса Христа, как нам спастись. Помните в Писании? Веруйте в Бога, Господа нашего Иисуса Христа. Все. А здесь расшифровка. Почему? Потому что Иисус изливает по просьбе, или Бог изливает по просьбе Иисуса Христа, как в Деяниях написано, утешителя. У нас теперь есть connection с Богом. И Бог говорит, ждите. Ждите, все будет. Я с вами, я не против вас, я всемогущ. Я всемогущий. И я не дам вас в обиду. Ибо Христос, 6 стих, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. То есть, когда мы еще не были в мире с Богом, когда мы еще враждовали с Ним, когда у нас еще было все плохо в жизни вообще только потому, что мы не с Богом, когда мы были в этом обезбоживании, Он уже умер за нас. За всех за нас. Мы были нечестивыми. Мы были немощными. А уж куда больше это все действует теперь, когда мы с Ним, когда мы внутри, когда мы в доме, когда мы под крыльями написано Всевышнего, под сенью всемогущего покоинства. Не забывайте 90-е псалом, это страховка вашей жизни. Этот полис сработал в вашей жизни. Потому что, как только вы покаялись, дьявол сделал страховой случай, и полис сработал. Все. Мы никуда не денемся. Нужно просто со страхом и трепетом продолжать свое спасение. То есть, если мы очистились от греха посредством крови Иисуса Христа, мы стали чище. Теперь, чтобы нам проповедовать Евангелие, некоторые говорят, я не могу уходить в мир. Нет, там грех. Там плохо. Меня совратят. Если ты живешь с Богом, никто тебя никуда не совратит. Потому что ты теперь знаешь, что хорошо, что плохо по Божьим меркам. Понимаете? По Божьим. Тебе никто не знает, что нужно пойти и поделиться, стать свидетелем. Тебе никто не говорит, пойдем в церковь с нами, у нас круто, у нас надежда непосредственно. Нет, поделись славой Божьей в твоей жизни. Мне есть чем делиться славой Божьей. И тебе есть чем делиться. Есть у каждого сидящего здесь чем поделиться славой Божьей. И мы иногда думаем, нет, ну это мелочи такие. Слушайте, у многих и этого нет. Они, написано, стянают совокупно и мучаются, ожидая откровения сыновой Божьей. Все. Все. Так же, как и мы мучились. Мы даже если думали, не, у меня до покаяния было все хорошо. Да не было у тебя хорошо. Не было. Потому что если бы тебе было хорошо, ты бы сегодня здесь не сидел. Не сидел. Сидел бы где-нибудь в другом месте. Писание нам говорит, что те, кто уповают на Бога, всегда. Те, кто прислушиваются к Его Слову, всегда. Те, кто знают, что Он вмешается и исправит любую ситуацию, всегда. Он будет всегда это получать. Те, кто сомневаются в этом, Писание говорит, даже пусть не думает чего-то просить у Бога. Послание Якова, первая глава. Даже пусть не думает об этом. Потому что человек, сомневающийся, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеевывающей. Невозможно прийти в сомнении к Богу. Это плохая новость. Вторая хорошая новость в том, что вы имеете право сомневаться. Только в одном. Вверили вы. А как узнать, верили вы или не верили вы? Нужно прийти к Богу и начать с Ним разговаривать. Это то, что Бог от нас хочет. Он пришел сюда как человек для того, чтобы мы научились с Ним разговаривать. До этого у нас был диалог односторонний через посредников. Цари, судьи, пророки. Пришел сам Бог, сказал, вот я. Вот такие правила. Вот мои ответы на вопросы. Имеющий уши слышит, да услышит. У вас не так много осталось быть со мной. И кто слышал, у тех другая судьба. Кто не услышал, у тех другая судьба. Но он настолько дал власть тем, кто услышал быть чадами Божьими, что они весть о том, что каждый на самом деле чадо Божье, его дьявол обманул когда-то и сказал, нет, ты не Божий, ты не можешь пойти в церковь, ты не можешь покаяться, ты не можешь молиться, ты не то, ты не это, потому что тебя Бог отверг. Наше свидетельство в том, что неправда это. Наше свидетельство в том, что Бог умер за всех нечестивых и подарил нам всем свободу в Иисусе Христе. И никто не может теперь с этим спорить, потому что дьявол был облечен в том, что он врет. И теперь наша задача, как верующих людей, донести эту информацию до других. Вернемся к теме Рождества и на этом закончим. Бог явился во плоти. Великая благочестивая тайна написана. Бог явился во плоти. Его не создали во плоти. Он явился во плоти. Он сам избрал путь. Он сам избрал сосуд. Он сам избрал город. Он сам избрал колено. Он сам избрал дату, которую он от нас скрыл. Но он явился во плоти. Для чего? Для того, чтобы примирить нас с Богом. Примирить. Он явил в себе союз Бога с человеком, то есть он есть само совершенство, созданное в Эдемском саду. Стопроцентный союз Бога с человеком. Когда мы во славе Божьей пребываем, в нем родились и имеем жизнь вечную, пока не претендуем ни на что от нашего отца. Притча о блудном сыне, помните? Отдай мне все мое. Да, ну все твое, бери, только у тебя потом все будет плохо. Мы ни на что не должны, здесь все его. Он говорит, все мое, все мое, здесь ничего вашего нет, и вы мои. Он каждому из нас говорит, вы мои. Просто примите. Эти мы должны поделиться с людьми. И сейчас как раз то самое время, Рождество. Иисус родился в Вифлееме. Ангелы радовались, написано, и прославили Бога. Родился вам младенец в городе Давидово. Мы через неделю будем отмечать Рождественскую вечеринку здесь, на этом месте. К сожалению, мы не сможем, как в предыдущие годы, пригласить сюда много гостей, потому что мы ограничены всякими там ковидами и так далее. Но вы знаете, мы можем каждый день благовествовать о Рождестве Христовом. Бог специально скрыл от нас дату Рождества, чтобы мы думали, кто-то думает, что он 25 декабря, кто-то думает, что это 7 января. А я думаю, что Рождество в сердце может быть каждый день. И мы можем каждый день благовествовать о рождении Спасителя в жизнь каждого человека. На самом деле это просто, если мы сами понимаем, мы Божьи дети. Мы Его приняли, мы Его день рождения празднуем, с днем рождения Иисус. И у нас поэтому есть власть быть чадами Божьими. А у некоторых их нет, и они стянают и мучаются. Наша задача донести им это спасение. Вот в чем Евангелие заключается. Примирись с Богом, и Бог сразу встанет на твою сторону. Перестань делать естественно, начать делать сверхъестественные, и в твоей жизни начнут появляться сверхъестественные проявления. Потому что у нас есть не только власть, но и сила Божия. А Он есть сверхъестественный Бог. И Он сегодня исцеляет, как и тогда. Он сегодня восстанавливает, как и тогда. Он сегодня благословляет, как и тогда. И Он сегодня, кого любит, того наказывает, как и тогда. Так будет всегда, пока мы не придем в полноту возраста Христова. Это же хорошая новость. Ей стоит поделиться. И у нас есть неделя до рождественской вечеринки, чтобы ей поделиться. И мы запишем эту рождественскую вечеринку. И у нас будет видеозапись, и люди будут хотеть ее посмотреть или не хотеть посмотреть. Но по факту наша задача просто распространять по миру благую весть. Младенец родился нам, Сын Божий, в городе Давидовом. И возрадовались ангелы и прославили Господа. И мы будем прославлять нашего Господа за рождение младенца. Каждый день. Потому что в его рождении есть надежда для каждого. Это праздник надежды. Амин. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты простил нас. За то, что Ты не уничтожил нас тогда, когда обещал уничтожить нас. И мы дожили до этих дней. Только потому, что милость Твоя обновляется каждый день. И благодаря этому мы живы. Господь, я благодарю Тебя за каждого из присутствующих здесь. Я благословляю каждого присутствующего здесь. Потому что мы с сегодняшнего дня начнем нести благую весть о Твоем рождении. Потому что Ты родился в этот мир для того, чтобы дать нам возможность вернуться в дом нашего Отца. Ты пришел во плоти. Ты пожертвовал всей своей небесной славой. Всей своей небесной властью, чтобы стать беззащитным младенцем. Явиться в этот мир. Явить свою доброту к нам и любовь к нам. Господь, Ты защищаешь нас по сей день. Ты исцеляешь нас по сей день. Ты являешь нам славу свою, Господь. И мы превозносим великое и святое имя Твое, которым имя Иешуа. Потому что Иешуа это спасение. Спасение нас от грехов. Благодарим Тебя, Господь, что Ты избрал этот путь. Родиться, прожить эти 33 года здесь, на этой земле. И умереть за каждого из нас. И воскреснуть, даровав нам тем самым вечную жизнь в доме Отца. И это великое святое имя я сейчас провозглашаю на каждого человека, который находится здесь. Как Ты и заповедовал это тогда еще в виде тайны в пустыне. Но Ты говорил, что каждый, кто получит это благословение, имя Твое будет на нем. Субтитры создавал DimaTorzok